всем привет ребята с вами снова данил бугреев сегодня я хочу поговорить о замороженных заказах aliexpress последнее время замораживать стал очень много заказов не знаю связи с чем но решили взять плохих продавцов на контроль вот и связи с этим больше 20 сообщений в день мне ой у меня замороженный заказ ой замороженный заказ что же делать для многих это очень просто очень понятно но многие действительно не знают куда смотреть что делать и где читать потому что вся информация действительно есть свободном доступе ничего скрытого нет просто нужно быть немного внимательны но сегодня я вам все расскажу о замороженных заказ начну с такой предыстории просто расскажу что замороженный заказ это неплохо это даже хорошо это значит что aliexpress заботится о вашей безопасности им показался продавец недобросовестным подозрительным или еще что то в этом роде они решили его проверить и поэтому ваш заказ заморожен то есть для вас это только плюс что вас оберегают так сказать от недобросовестного продавца хотя многие люди ругаются мол я заказал что за ерунда почему у вас такие плохие продавцы бывают на сайте но скажу так в первую очередь чтобы ваши заказы не замораживали заказывайте у надежных продавцов у которых хороший рейтинг и хорошие отзывы о товаре и в общем то действительно адекватная цена да так скажем потому что это залог нормального заказа который пройдет нормально вот но в основном заказ замораживает где или нет рейтинга у продавцов или там вот очень дешевые заказы там или еще что то вот сегодня у меня есть пример я вам на этом примере все покажу здесь у нас конкретно два заказа и как вы видите это заказы примером очень дешевой цены да то есть многие думают ай повезет не повезет закажу не закажу и таких тысячи десятки тысяч заказов набираются может быть их не заморозит они закроются и продавец надеется на то что он получит вот эти папа одному центу ну тысячи я не знаю на что он надеется но возможно он надеется что получит по этому одному центу какую-то сумму денег вот да такой жулик ну многие думают ай было не было это просто для примера бывают заказы более серьезно замаскированные жулики разные бывают но здесь все для опытного пользователя понятно но для новичка да и опытные бывали такие у меня люди которые хотели вот просто рискнуть мало ли вот ну собственно итог у нас один заказ заморозили и что же нам нужно делать для начала нужно нажать посмотреть данные рассказы очень подробно потому что ну просто действительно вопросы задают разные чтобы найти список наших заказов вот где был вот мои заказы дали экспресс на главной странице вот мы зашли подробности заказа я называю это подробности заказа здесь статус замороженный заказ и читаем основание для замораживания видите основание для замораживания интересах вашей безопасности мы временно заморозили этот заказ по подозрению недобросовестности продавца продавец будет будет необходимо предоставить информацию для проверки в течение трех рабочих дней то есть продавец обязан предоставить информацию о заказе случае если он не выполнит этого мы полностью вернем вам сумму заказа да то есть если продавец течение трех рабочих дней игнорит не ответит администрации то вам вернут всю сумму денег и что я Я дальше покажу, как это будет происходить. В случае, если продавец предоставит необходимые сведения, проверка может занять до 15 рабочих дней. Что же делать в данный момент? В данный момент нужно просто ждать. У нас есть два варианта. Или заказ просто-напросто продолжится, возобновится, если все нормально, если продавец пройдет проверку. Или заказ закроется. Здесь других вариантов. Вряд ли будут другие варианты. Теперь нам просто нужно ждать, пока наш заказ проверится. То есть, после его проверки мы увидим статус или закрыт, или просто обычный наш заказ будет продолжен. Так что, ребята, давайте подождем, пока данные заказы проверят. Я вам покажу, как уже проверять информацию о возврате денег. Так что, продолжайте смотреть это видео. Вот я нашел для вас замороженный заказ, по которому принято решение, который уже закрыт. Закрыт по причине подозрительный заказ. Нажимаем «Посмотреть данные» и попадаем вот на такую вот страничку. И смотрим данные по поводу нашего заказа. Заказ закрыт статус. И напоминание. Заказ был закрыт системой из-за подозрений на неправомерные действия продавца. И тут же многие начнут спрашивать. Ой, е-мое, где же мои деньги? Они пропали. Очень часто вот так вот пишут. Поэтому смотрим вкладку «Платеж» и смотрим статусы возмещения. Ожидает возмещение, обработка и возмещение завершено. После статуса «Возмещение завершено» обычно в течение 7-15 рабочих дней деньги поступают к вам на карту или на ваш счет в WebMoney или на Kiwi. Или в общем туда, откуда вы платили, собственно. Вот такие вот дела. Так что здесь указана полностью информация в плане возмещения. То есть вот нужно сюда смотреть. И здесь все показано по поводу вашего заказа и по поводу возмещения денег. Если в течение 7-15 дней не пришли деньги, то обращаемся в банк опять же, в Kiwi или в WebMoney. Вот так вот все на самом деле просто, ребята. Я теперь буду кидать это видео всем, кто спрашивает о замороженных заказах. И возможно кто-то на моем канале тоже не знал о том, что такое замороженные заказы на сайте Алиэкспресс. Ребята, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Если у вас есть какие-нибудь предложения по поводу того, чтобы снять видео на какую-то тему, пишите их в комментариях. С вами был Данил Букреев. До следующих видео.